Здравствуйте, мои любимые зрители! С вами Яна Федорова. И это видео я снимаю о том, как я вот эту изумительную, подаренную мне хризантему, буду размножать черенкованием. Я уже здесь немножко присмотрела. Вот эту веточку, наверное, возьму. Так, сейчас я ее отрежу аккуратненько. Так, вот здесь. Довольно твердый у нее ствол. Так. И вот какой череночек получается. Вот отсюда даже несколько можно будет взять. Наверное, еще одну веточку откуда-нибудь выберу сейчас. Тут много-много. Вот все вот эти веточки, все можно использовать на черенки. Ну, вот такая тоненькая. Хорошенькая. Довольно жесткая тоже. Так. Вот еще один хороший черенок будет. Так, начинаю делать черенки. Немножко срез я обновлю. Так. Здесь с большого стволика получится один. Вот так. Один крупный черенок. Так, вот здесь. Можно, в принципе, взять вот здесь молоденький. Вот такой бутончик надо обрезать. Вот второй черенок. Можно здесь, но у меня посадочного материала много уже. Я не буду вот такие тонкие резать. Так, вот здесь. Начнем с толстенького. Так, вот так. Так, два-три междоузлия. Так, и здесь тоже один молоденький. Наверное, можно. Так, сейчас посмотрю. Вот этот, наверное, покрупнее. Вот этот возьму. Так, бутончик надо удалить. Так, четыре штучки получилось. Уже до крайнего не буду уже. Так, укоренять я буду их в амке. Вот мох с фагнум. Здесь такие маленькие пачки продаются. Я его сейчас туда нарежу. Немножко помельче, чтобы он был. Так. Может быть, даже этого много будет. Сухой такой, спрессованный. Мох с фагнум хорош для капризных растений, которые укоренение тяжело проходят. Да, это маленько лишнее. Потому что он обладает бактерицидными свойствами. И вот для капризных растений, чтобы черенки не загнивали, мох как раз хорошо подходит. Я часто делаю и глоксинии, и фиалки, и другие. Практически любые черенки. Хорошо тоже и в амхе укоренять. Можно и в почве, в земле сразу хризантемки. Я и так делаю, они и так приживаются. Сейчас с амхом сделаю. Побыстрее. Сейчас все-таки осень, чтобы они успели вот так его распушить. Немножко, наверное, добавлю земельки. Для того, чтобы когда у них корешки появятся, чтобы питание было. Земля просто с огорода у меня я ее пропарила, чтобы не было ни семян, ни червячков. Так, я его сейчас смочу раствором для укоренения. Так, корневин. Корневин нужен для укоренения, чтобы быстрее образовывались корешки. Здесь, конечно, написано развести вот эту пачку на 5 литров. Но я не буду разводить, я уже так миллион раз делала. Я просто чуть-чуть на глаз вот так сыпну, сколько насыпется, и это будет нормально. Так, сейчас, чем бы помешать? Не взяла ничего, чтобы помешать. Ага, вот палочка. Все, раствор, считай, готов. Немножечко увлажняю, чтобы он был мокренький. Он хорошо держит воду, что нам и нужно для укоренения. Сейчас он впитает. И практически готово. Так, все, мох уже пропитался хорошенько. Вот такие маленькие стаканчики я накладываю его. Так, ну, примерно по 100. Прижимать сильно я не буду, чтобы он был такой, более-менее воздушный. воздухопроницаемый. Такая смесь. Все, теперь в эти стаканчики я сейчас наткну черенки. Вот так. Немножко поджать. Так, и следующий. Вот этого количества вполне хватит. Черенки маленькие. Им этого достаточно. И глоксини тоже так часто укореняю. Тоже в небольшом количестве листочек укореняю. Хорошо бы поставить это в зип-пакеты. Самочком пакетики такие. Они воздух не пропускают. В них удобно. Но у меня так вот не оказалось. Сегодня все истратила, все изработала. Я просто в обыкновенный пакет. Обязательно нужно в тепличку. В тепличку поставлю просто все вместе. И так надо куда-нибудь поставить в такое место, где тень, полутень, не на солнце, чтобы не жаркое было, чтобы они не сгорели. Туда можно немножко отдохнуть. Вот так, потому что углекислый газ они любят. Это тоже успех придает. Все, вот так завязываю. Можно либо поставить куда-нибудь, либо просто вот так повесить на прищепочку в каком-нибудь хорошеньком прохладном месте. Через месяц уже у этих хризантем появятся корешки. Примерно месяц нужен. Месяц-полтора. Ну, вот за месяц у меня появлялись. Так что вот, если вы так сделаете, мои дорогие зрители, то тоже у вас все получится. Миллион раз так разные черенкования делала. И всегда все успешно. И как обычно, если вам понравилось мое видео, ставьте класс!